Вчера, 17 марта, состоялось в квартире ЕК, очное заседание Совета ЕК. Были рассмотрены около 30 вопросов, важных для деятельности Юридического экономического союза. Первый – это Совет ЕК расширил возможность упрощения ускоренной регистрации лекарств. Таким образом, изменения внесены в саму систему регистрации, которая даст возможность электронного документа оборота и улучшит дистанционную процедуру оценки лекарств. Второе – это касается принятия решений об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров. Эти вопросы можно решать в электронном формате. Кроме того, Совет принял и утрудил новую редакцию правил исповедения технических испытаний, медицинских исследований, правил поведения и исследований по оценке медицинского действия. Уточненный вопрос по подготовке программы исследования действий. Совет включил 52 позиции по госзакупкам в перечень, которые могут 5 стран участвовать в госзакупках друг друга. Принято изменение нулевых ставок, поможенных пошлин для форели, лосося до 31 февраля 2024 года. Это даст возможность предпринимателям покупать беспошлино. Надо сказать, что хорошее решение было принято у нас по соглашению о взаимном признании учебных степенях. До этого, чтобы, допустим, гражданин Казахстана приехал в Российскую Федерацию и работал в каком-то учебном заведении, он должен был пройти на серфикацию. В данном случае, после проведения межгосударственных процедур, этого уже не потребуется. И наши ученые могут уже передвигаться внутри 5 стран. Надо сказать, что принято 2 государственных программы. Первая – это Евросийский информационный вычислительный центр. Пятилетняя программа, которая обеспечит развитие системы инфраструктуры. Вычислительный программ внутри ЕСТ. Вторая – была принята программа действия по сфере защиты потребителей. Эта программа тоже будет действовать в течение 5 лет. Принята мера повышения лимита беспошлиного ввоза из третьих стран до 1000 евро. Если до этого гражданин мог проходить и брать для личных до 200 евро, теперь уже до 1000 евро поднято. Принято решение обнуления ставок на приобретение электромобилей. Следующая встреча будет запланирована на 15 апреля. Спасибо.